Рассказывает обо всем, начиная с основания городского округа Самара, заканчивая памятными датами в истории и жизни столицы региона. Экскурсию для учеников 43-й Самарской школы проводит руководитель управления информацией и аналитики Елена Рыжкова. По ретро-фотографиям ребята узнают о том, что здание на Куйбышево-135 было построено лучшими архитекторами в стиле итальянский ренессанс. Когда-то здесь находилось купеческое общество и даже цветочный магазин. А примерно так выглядел перекресток Куйбышева-Льва Толстого до революции. Вы наверняка заметили, что здание достаточно интересное. Посмотрите на потолке, какие интересные лепнина, роспись, какие интересные здесь люстры, какие высокие потолки. Экскурсия продолжается в конференц-зале в одном из главных городской администрации. Именно здесь проводятся еженедельные совещания, принимаются важные решения, обсуждаются вопросы, связанные с жизнедеятельностью города. Конечно же, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. В уникальном архитектурном ансамбле зала фамилии и имена людей и почетных жителей столицы региона. Ребята внимательно рассматривают интерьер и украдкой делают селфи. В мэрии Самары они впервые. Архитектура очень красивая, все прям прекрасно. Вот, понравилось. Ну, все понравилось. В принципе, минусов никаких нет. Но самый главный сюрприз впереди. Встреча с главой города Еленой Лапушкиной проходит в ее кабинете. Попасть туда непросто, ведь рабочий день мэра расписан буквально по минутам. Но учеников 43-й Самарской школы Елена Владимировна пригласила сама, когда тоже гостила в их родном учебном заведении. Диалог начинается с приятных сюрпризов, традиционных сладких подарков к Новому году и уникальной книги «Самара в игре» о чемпионате мира по футболу. Вопросы от школьников звучат разные. Каким был уходящий год, как украшают здания администрации к предстоящим праздникам и сложно ли быть мэром города. Впечатления от общения с главой Самары у ребят сложились приятные. Мне больше всего понравилось, скорее всего, это общение с живыми людьми. Я не ожидала этого. Я думала, нам просто покажут, а оказывается, в самом деле мы поговорили с Еленой Владимировной. Спасибо ей большое, что уделила нам внимание. Очень приятный человек. Она очень добрая. По окончании встречи глава города поздравила ребят с наступающим Новым годом, пожелала успехов в учебе, достижений и профессии, о которой каждый из них мечтает. Экскурсия завершилась совместным фото на память. Ольга Павлова, Константин Головин. События.